Мишустин провел первые назначения в аппарате правительства, объявленный на зам руководителем аппарата, а также директора департамента. В списке много пришедших вместе с Мишустином из ФНС малоизвестных лиц много и в самом правительстве. Кто все эти люди и о чем говорят эти назначения? Премьер-министр с утра провел первые назначения в правительстве. Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменениях в структуре и кадровых назначениях в руководстве аппарата правительства. Всего у руководителя аппарата будет 11 заместителей, предельная численность аппарата 1545 человек. Кроме того, Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство приложение по уточнению национальных проектов и программ, а до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания Путина. В обновленном составе правительства много новых лиц, о которых нет даже информации о Википедии, а в списке новых зам руководителей аппарата правительства много лиц, пришедших вместе с Мишустином из ФНС. Первое, что бросается в глаза – возраст замов аппарата. В основном это 35-40 лет. Во-вторых, много людей, ранее работавших в Федеральной налоговой службе. Первым заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации назначен Валерий Сидоренко. Раньше он был просто заместителем. Далее Ольга Кривонос. Она уже работает на должности заместителя почти год, с февраля 2019-го, а до этого возглавляла департамент Минздрава. Леонид Левин – бывший председатель комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Илья Трунин – экс-заместитель министра финансов. Эльмир Тагиров – бывший директор департамента международного сотрудничества в правительстве. Алексей Уваров – был замруководителем аппарата с 2018 года. До этого стоял во главе департамента промышленности и инфраструктуры. А далее команда нового премьера Михаила Мишустина, которую он привлек из ФНС. Это Светлана Андрющенко – бывшая замруководителя Федеральной налоговой службы. Наталья Савина – экс-руководитель протокола ФНС. Игорь Шевченко – начальник управления кадров службы. И Ольга Чапурина – начальник управления интерактивных сервисов ФНС. Также из Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин забрал своего пресс-секретаря на Бориса Белякова. Теперь Беляков пресс-секретаря премьер-министра. Но в составе правительства есть интересная персона. Например, новая министра культуры Ольга Любимова работала на ТВ. В основном в программах религиозной тематики, «Ортодокс», «Православный календарь» и «Русский взгляд». А на ее счету десятки документальных фильмов. Также в основном на тему православия. В РПЦ уже заявили, что у нового министра культуры хороший художественный вкус. Имя Любимова и связывает с последними кассовыми успехами российских картин. В том числе «Движение вверх», «Холопы» и «Т-34». В соцсетях сейчас активно обсуждают фото Ольги Любимовой в футболке с популярным нецензурным мемом. Кто вы такие, я вас не знаю. Фото было сделано еще в нулевые годы. Или фигура нового министра спорта Олега Матыцына. В 12-м Измайлевский суд столицы признал Матыцына виновным в превышении должностных полномочий. Ему был назначен штраф в 20 тысяч рублей. Следствие почитало, что когда Матыцын был ректором российского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма, он передал в аренду земельный участок, на территории которого работал черкизовский рынок. В итоге бюджет России не поступили более 120 миллионов рублей. А Матыцын себя виновным так и не признал. А Мосгорсуд освободил Матыцына от наказания с истечением срока давности. Есть и интересные рокировки. Например, новый министр здравоохранения Михаил Мурашко, бывший глава Росздравнадзора. Он заменил Веронику Скворцову, она пришла на его старое место. Или новый министр просвещения Сергей Кравцов вместо Ольги Васильевой. Он, бывший глава Рособранадзора, известен как человек, при котором на ИГ вроде бы как стали жаловаться меньше. В целом, заменен весь социальный блок правительства, в то время как другие блоки остались прежними, кроме экономического. Как это расценивает мнение политолога и политтехнолога Аббаса Галямова? Очевидно, что в первую очередь избавились от аллергенов тех членов правительства, которые вызывали наибольшее раздражение у людей. И в этом смысле можно сказать, что это новый тренд. Раньше Кремль действовал каким образом? Я назначаю того, кого считаю нужным, а если кому-то не нравится, пусть валят из страны. Сейчас Кремль уже осознал, что игнорировать мнение общественности себе дороже. Видимо, рейтинги падают, протестные настроения растут. И Кремль изменил стратегию, он решил людей больше не раздражать. Вторая составляющая. Запрос на обновление очень силен, поэтому надо продемонстрировать как можно больше первых лиц. А блок силовой, очевидно, менять не хочется, потому что он ведь делает то, что надо. Он с оппозицией борется. Во время московских протестов мы это видели, со всей очевидностью. Поэтому зачем менять то, что хорошо работает? В результате такая конфигурация получается. Когда хочется что-то поменять, но при этом хочется поменять так, чтобы ничего не поменялось. До сих пор неизвестна судьба покинувшего правительства Максима Орешкина. Кресло главы Минэкономразвития обновленного кабинета досталось теперь уже бывшему губернатору Пермского края Максиму Решетникову. А Максим Орешкин сейчас в Водовосе. Он возглавляет российскую делегацию. Но про журналистов о его статусе бывший министр так и сказал. Он сейчас в статусе члена делегации. А вот как на одной из сессий Всемирного форума Орешкина представил модератор, главред журнала России в глобальной политике Федор Лукьянов. У нас сегодня замечательные три выступающих. Экономист Максим Орешкин. Собственно, что о нем еще можно сказать. И в продолжение темы нового Кабмина. Росреестр перешел от подчинения Минэка в ведение правительства. Бывшая глава Росреестра Виктория Абрамченко заняла пост вице-премьера. До Росреестра Абрамченко работала статсекретарем и замминистра сельского хозяйства. Она давняя знакомая Мишустина не работали вместе в Росгазе-кадастре в начале 2000-х. Спикер Софеда Валентина Матвиенко заявил, что в новое правительство России вошли современно мыслящие люди. Это люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах. Так сказала Матвиенко. Максим Накимов возглавит Почту России. Бывшая лица-премьера, не попавшая в новый состав правительства, уже приняла предложение, говорят источники РБК. Куда отправится действующий директор Почты Николай Подгузов пока не ясно. Формальной претензии к нему не было, в отличие от прошлых директоров. Евгений Перичук, Продушт. Директор Почты России – должность не из самых желанных. Точнее, как говорили в одной советской комедии, им дают нереальные планы. В 2007 году пост занял Андрей Казмин, прямо с должности главы Сбербанка. Президент ставил ему задачу срастить филиальную сеть почты, 40 тысяч отделений по всей стране, с сервисом по оказанию банковских услуг. Сделать это не удалось. Кризис 2008-го, урезание финансирования и даже перешедшая команда Сбербанка не справилась. В 2013 году Почту России возглавил Дмитрий Страшнов. В 90-х он имел свой бизнес, а в Почту России пришел с должности гендиректора Теледва в России. И всего за пару месяцев ему удалось преодолеть серьезный логистический кризис. Заводил партнерство с крупнейшими мировыми операторами, сократил потери посылок в два раза. Именно он начал масштабную реформу всей структуры. Но в СМИ его в основном вспоминают в связи со скандалом, когда прокуратура обнаружила у директора и топ-менеджеров Почты России огромные премии. Страшнов получил 95,5 миллионов рублей, его замы еще 270. Тогда как зарплата простого почтальона в регионах оставалась мизерной. Страшнов не отпирался. Да, премии были, но все в рамках законодательства. Конечно, чисто формально назначение бывшего вице-премьера Максима Акимова на должности директора Почты России выглядит как понижение. Но на практике может выйти иначе, считает политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвеевичев. Это не какая-то там ссылка, это возможность себя проявить, имея не абстрактные полномочия вице-премьеров, а конкретные участки работы. Тем более, что там уже и так вообще неплохие перемены начались. Почта сейчас выглядит значительно лучше, чем даже 5 лет назад. Порядка больше стало. Инновации, связанные с электронным оборотом, с возникновением Почтобанка, с торговлей различными сопутствующими товарами, обратной связью, то есть там в Сбербанке появились все эти кнопки, оценки. Хотя считаю, что часть этих всех вещей можно больше в электронном виде, что называется, слать. На новой должности Максим Акимов заменит Николая Подгузова. Тот проработал директором Почты всего 2,5 года, но успел запомниться несколькими вещами. Во-первых, при Подгузове Почта прошла реорганизацию из унитарного предприятия в акционерное общество. Была озвучена довольно спорная идея центров притяжения, то есть гибридов отделений с алкомаркетами, аптеками, банками и МФЦ. Произошла забавная история с почтовым дроном, который на испытаниях перед журналистами разбился о стену сразу после взлета. За это Подгузова, кстати, критиковала спикерсов Феда Валентина Матвиенко. Она не понимала, как можно играться самолетиками за 2 миллиона рублей, когда рядовой почтальон получает 7 тысяч в месяц. Но и позитива за эти годы хватало, отмечает гендиректор инвестиционного партнерства «Вандерблэк» Станислав Машагин. Почта России у нас является таким очень прекрасным люксовым местом для сутки высокопоставленных руководителей, откуда они потом, собственно, могут переходить на другие места работы, уже не такие публичные. Почта России в последний год начинает работать лучше и по курьерской доставке. Самая главная работа, которую делает Почта России – доставку в отдаленные регионы. Я полагаю, что еще немного, и она, в общем-то, будет в каком-то итоговом состоянии в своем жить. Мы почти имеем то, что должны иметь в смысле государственной почты. Думается, что сам Подгузов без работы не останется. Тем более, как писал в январе The Insider, чиновнику надо платить ипотеку ближайшие 30 лет. Оказалось, что еще в 2017 году директор Почты России приобрел апартаменты в Хамовниках, в ЖК Knights Bridge Private Park. Подгузов занял там так называемый «особняк Тюдоров» класса «Делюкс» – 386 квадратных метров, примерно стоимостью 1 миллиард рублей. Что касается Акимова, то у него главной задачей на новом месте станет создание экосистемы и тех самых центров притяжения. Правда, только на первый этап Почте России нужно 85 миллиардов рублей. Часть этих средств Подгузов пытался получить у Фонда национального благосостояния, но неудачно. Возможно, у Акимова с его политическим весом получится лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова